От года педагога и наставника к году семьи. 2024 год в России объявлен годом семьи. Наша съемочная группа пообщалась с многодетной семьей из Твери, в которой женщины из поколения в поколение выбирают профессию учителя. И для этого есть немало причин. Об этом в нашем сюжете. Наталья Викторовна работает учителем в Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школе во имя святителя Тихона Задонского всего три года. Но впервые здесь оказалось 10 лет назад. Собственно, с тех пор школа стала для ее семьи особым местом. В стенах этой школы мы появились 10 лет назад, когда наш сын, третий ребенок в семье, пришел в Дашкаленок. Родная, домашняя, что мы здесь так вот остались. Я сначала помогала в родительском совете, а когда узнала, что педагог-библиотекарь ушел на пенсию, решила помочь в школе, мне предложили остаться уже на постоянной основе. О своем решении связать жизнь с профессией педагога Наталья Викторовна ни разу не пожалела, а даже наоборот. Женщина переквалифицировалась, получила педагогическое образование. Теперь Наталья Викторовна не просто педагог-библиотекарь, но еще и классный руководитель шестого класса. Я многодетная мама, у меня семь детей, и ко мне вдруг добавилось еще 30 детей. Я почувствовала себя такой прям мега многодетной мамой. Конечно, очень часто я применяю в своей работе больше не педагогические какие-то приемы, а какие-то свои, ну, опыт материнский. Дети, мне кажется, это чувствуют. Младшая дочь Натальи Викторовны, четырехлетняя Ульяна, в школе уже не первый раз. Свободное от детского сада время малышка любит проводить с мамой в учебном заведении и мечтает скорее пойти в первый класс. В школу хочешь ходить? Да? А дочке Лене уже шесть, и девочка вовсю готовится стать первоклашкой. Я до 49 могу считать. А буквы знаешь какие? Алфавит. Весь. Тебя старшей сестры научили или мамочка? Я сама. Старшая дочь Натальи Викторовны тоже выбрала профессию учитель, хотя изначально училась по другой специальности. Девушка уже четвертый год работает в школе и продолжает учиться на педагога. Сейчас Ирина Владимировна на четвертом курсе университета, но это не мешает ей руководить начальным классом и учить 34 ребенка. Именно столько детей в ее классе. Вообще изначально я поступала в технический университет, на биотехнолога, но в процессе обучения поняла, что это не мое и хочется работать с детьми. Перепоступала в Тверской государственный университет. Конечно, приятно, это эмоции детей. Каждый раз я ловлю себя на мысли, когда выхожу из школы, что я выхожу с улыбкой на лице. Можно сказать, что здесь я по-настоящему счастлива. Быть может, средняя дочь Натальи Викторовны Дарья тоже станет учителем. Сейчас девочка учится в шестом классе и тоже мечтает, как мама и старшая сестра, стать педагогом.